обстать мужчина здравствуйте да я поздоровался о чем будем говорить политика история война ну давайте политика война давайте что интересует что обсудим то есть по вашему у граждан советского союза великую отечественную не было никаких ценностей раз они шли воевать с немцами то есть вы сейчас опустили то есть вы что то есть вы ваших прадедов и дедушек то есть у них не было никаких ценностей поэтому они воевали я понял красавец памяти доб молодец а ты что сделал воспел память дедов погоди ты только что мне сказал что те кто идут на войну тех нет никаких ценностей по твоему логике у красной армии не было никаких ценностей и куда что не так то случилось здравствуйте вопрос о чем разговаривать политика история война политика срыва на давайте с вами поговорим о истории политики войне давайте давайте откуда будете прекрасный украинский город герой харьков вы из москвы вы из москвы хорошо а можно вопрос попробуйте вы считаете себя таким вот украинцам да прям украину любите я не что значит вы считаете себя украинцам у меня гражданство украины я отношусь к украинской нации китиски я укрой ну вы прям любите украину я тоже не любить свое государство нет я спрашиваю вас просто можете интересоваться вы именно прям любите да да вы прям любите россии черно вы знаете значение слова щирой честный нет ну давайте не будем давать подумать мне просто непонятно почему все россияне используют слова щиры не зная значения его наслажены и подходит контекст ну вопрос тогда но вы так вы очень любите украину да сейчас будет вопрос почему я не в окопе ну хотя бы да почему чтобы вы спросили еще вопрос а вы почему не в окопе если вы любите россию ну так я сейчас приехал домой у меня в отпуск голос отпуск тогда пару вопросов проверяющих отпускающегося тем отличается бронежилет от плитоноски бронежилет это больше лет а плитоноска это плитоноска но и чем они отличаются по сути ничем ничем если ты находишься на передке понял что больше защищает бронежилет или плитоноска турни жилет бронежилет почему потому что я понял зачем вы врете что вы сейчас в отпуске свои нет вернулись я не с войны вернулся я куда вы вернулся попа у вас война идет вашей сетмеры федератива у вас 61 федеративный закон об обороне 18 статья гласит военное время начинается с момента начала боевых действий ни один документ не классно он копал конечно мне такие вопросы задает это прям что-то с чем-то о чем разговаривать политика история война у вас крепит что-то потише делаю про историю войны говорит политика история и война ааааа понял понял вы сами вопрос задаете или как ну могу я задать позже если у вас есть вопросы вы задайте я не готов я не готовился будет проще если вы зададите как вы считаете отличаются ли цели российской федерации на данный момент на территории украины вот в четвертом году а те что были озвучены 22 если отличаются то какие это цели если нет то в каких из озвученных целей 22-го года достигли каких-либо хотя бы успехов мне кажется не отличается будет так насколько сможем каких целей достигли успеха которые объявляли а что это за целью дина цификация демилитаризация так что из этого проходит успешно из этих двух целей проходят все успешно я думаю друг другу метелем украины вооружение и армия меньше стало чем двадцать втором году до меньше не меньше но молотить и и молотим друг друга демилитаризация это что это уже после окончания войны что такое демилитаризация обезоруживание украины оружие становится меньше конечно меньше когда то есть украины появившиеся f16 хайм барсы калибр 152 на 155 помененные это значит что меньше стало вооружение но они уничтожаются я понял армия тоже стало меньше чем двадцать втором году напоминаю в двадцать втором году украинская армия 150 тысяч сейчас 24 украинская армия миллион 300 это меньше но это до поры до времени это меньше я понял вас деноцификация россия хочет чтобы такого политического строя в украине больше не было деноцификация это уничтожение украины как нации нет такого политического строя не хочет россии уничтожить деноцификация это уничтожение украины как государство нет не совсем а что-то я не знаю что будет украина останется как есть что такое деноцификации россия хочет чтобы нации против россии не осталось чтобы чтобы политику украину вела не на что такое деноцификации я же вам только что это озвучил нет я же отели как озвучил что такое деноцификация скажите мне чтобы на как не было в украине в украине есть на что такое на политике политический строй украины такой он он растет на что такое на это свою разу бежать выше чем другие такую разу украинцы держат выше чем другу твою путь и например какая какая украине москаляку надо вот это все же есть я прошу прощения маска это раз и это к россии относится не не смотрите вы мне сказали что это превосходство своей раз и над другой расой и привели пример на галяку вопрос у меня это раса я не знаю на украинском как этому виду россия нет это бывший этноним русских но я тебя наверно к ним тоже могу приписать а русские тараса почему бы нет русские тараса а почему бы нет какие еще раз и вы знаете национально не раз и будет казаться какие раз цивилизации цивилизации тогда у нас русские это цивилизация проще будет наверно как цивилизация чем раз а какое отношение это имеет не понимаю это расы а теперь вы говорите русские это цивилизация я не понимаю вас украина агрессирует против россии россию напал не напала это все к этому шло но просто агрессор этот напал украина напала на россию да ну а что тогда про май в одессе тогда одесса это россия русские люди там есть где и воде в перепис населения видели людей было водить людей было в белом доме 93 году были они людей а в течне от дичь не был они людей более 300 тысяч чеченцев может я была наверно 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 чеченцы россию больше там всех этнических русских валю чечне а что они там делали жили жили а что там жить нельзя то есть то есть когда кадыров сказал что чеченских двух чеченских войн по более 300 тысяч чеченцев кадыров собрал может просто смотри согласно вашим согласно вашим данным согласно вашим данным вашего министерства обороны и вашей госдумы на территории чечни за две теченские компании около 30 тысяч федеративных войск русских по сути там не только русским тем не менее чеченцев 300 тысяч так только вы писал но чеченцы против чем-то тоже были это может как как гражданская война тоже была против кого против кого гражданская война чеченцы чеченцы с чеченцами воевали а вы там что делали и и мы там тоже что-то делали и вы тоже были понял а вы патриот россии авто авто джекистане тогда что было вы патриот россии там я патриот россию когда день россии блин 2 июня нет это не суть россии это важно ты же патриот россии но и что не знаю пульвой память своей страны не знаешь когда день россии отмечать или возьму удачу нельзя посидеть попить поговорить что не просто одного типа задал вопрос когда юридически закончилась великая отечественная война а он не задал первое или второе такое ему может лет 30 не может опять работал пил день заработал а ты разбираешься да да вопрос когда закончилась отечественная война там какого столетия столетия не понимаю какого века за века столетия что века 100 лет до 19 и 20 не знает девятнадцатом веке закончилась отечественная война ну хочу назови просто полностью год когда закончилась война никогда закончилась отечественная война вторая или первая я сказал еще один тот же самый вопрос задаешь вторая или первая та же самый точно такая же реакция ну а чуть я должен сказать когда закончилась отечественная война сорок пятом году полностью назови год но какие-то за 45 то есть 45 от рождества крестова все . 45 год так что ли ну с какой 45 год от рождества крестова после рождества крестова что за 45 год давай еще раз когда закончилась отечественная война когда закончилась отечественная война хорошо а чё тебя на полу ответ на вопрос когда тогда когда закончил ну когда только закончилась тогда и закончилась ну и когда это было когда ты отмечаешь окончание отечественной войны ты не отмечаешь и от еще не отмечаешь окончание отечественной войны сейчас они отмечали это вопрос но я нет ничего ну ты отмечаешь или отмечаешь качание отечественной войны короче я не пью да я не знаю но если отмечаешь значит пьешь берешь берешь это явно видно записывайте да о чем здесь политика история война политика история война политика история война очень интересно и о чем же хотите пообщаться вопрос какой-нибудь обсуждаем войну россии с украиной который развязала россия чтобы понять кто объявил войну нужно разбираться в законах государств вы изучали в изучать законах государств вы изучали шестьдесят первый федеративный закон об обороне российской федерации или закон об обороне украины дождите дождите что не о том говорите о том если бы меня дослушали то о том бы была ли объявлена война хорошо давайте поборьем по порядку все равно вернемся к этому война не было объявлено война не было объявлено естественно да естественно да на ограниченных территориях Еще у вас объявлена мобилизация. Открываете интернет, берете гаджет, не перебивайте меня, мужчина. КТО, вы будете меня перебивать. Я подожду, вы говорите сначала. Нет, 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 давайте скажите. Что-то открываем гаджет дальше. Вводите чрезвычайное положение, где объявлено, в каком году, в двадцать втором году у вас объявлено. Но вопрос у нас с вами другой, на самом деле, от которого вы уходите. Было ли объявлено, у вас вопрос, было ли объявлено война? У меня вопрос к вам перед этим встречный, даже два. Первый вопрос, было ли объявлено Советскому Союзу война Третьим Рейхом? А это здесь при чем? Вот пока ответьте просто, сейчас поймете. А здесь при чем? Ну просто ответьте. Вы же достаиваете на то, чтобы я ответил вам на ваш вопрос, так ответьте, будьте любезны, на мой. Нет, нет, я не помню, я не помню. Я подскажу, нет, не было объявлено. Я вспомнил, было верломное нападение. Верломное, это означает, что без объявления. Дальше, следующий вопрос. С 45-го по сейчас велись какие-то войны? Конечно, тысячи. Тысячи. А какой из них вы можете назвать, что была объявлена война? Нет, проводились спецоперации. Еще раз, вопрос. Вы мне сказали до этого, что были войны с 45-го по сейчас, тысячи. Нет, вы сказали, были войны. Я вопрос, это был вопрос, вы сказали, не, 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 стойте, остановитесь, пожалуйста. Мой вопрос был, были ли войны с 45-го по сейчас, вы сказали, тысячи войн. И мой следующий вопрос, были объявлены войны. Сотни, тысячи роли не играет. А теперь то, что я хотел с самого начала сказать. Есть федеративный закон, 61-й, ваш, об обороне. И есть наш закон об обороне. И немножко отойдем. Объявление войны, это было так называемый рицарский жест, который делала каждая из государств. Начиная с 45-го года, несмотря на то, что войны продолжались, продолжались, либо начинались, ни одна из войн после 45-го года объявлена не была. Но это считается войнами. Потому что никто больше войну не объявляет. Но для этого, чтобы понять, есть война или нет, нужно открыть закон об обороне. Украинский. И, к примеру, российский. И тот закон, и тот закон дословно звучит следующим образом. Один из пунктов. Военное время начинается с момента его объявления, либо с фактического начала военных действий. Соответственно, как только воевые действия начались, это означает военное время, значит наступила война. Это вот в Украине такая история. Да, и ваш фактически то же самое означает. Нет, у нас спецоперация. Если по вашему мнению, если по вашему мнению идет спецоперация... Это юридические. Нет, если вы говорите... Вот сейчас вы попались. Вот сейчас вы попались. Знаете почему? Если вы говорите, что юридически, значит, соответственно, должен быть юридический документ. Конечно. А есть юридический документ о специальной военной операции? Вы что? Согласно, вот и был прецедент, когда происходило... Не-не-не, погодите, вопрос следующий. Вы говорите... Вы тоже решили провести такую же военную операцию. Я услышал, мужчина. Вы мне сказали, вы мне сказали, что это юридически специальная военная операция. Так вот, если это юридический, значит, есть юридический документ о специальной военной операции. Можете мне его показать? Или как мне сейчас при вас его найти? Посмотрите, на основании чего зашли... Не-не-не, военный документ. Юридический документ. Посмотрите сами. Я не могу вам показать его сейчас. Вы говорю сами, посмотрите, если вам так интересно, на основании чего зашли силы НАТО в Косово и проводили... На основании резолюции Совета Безопасности 11.99. Вот. На основании этого... На основании резолюции 11.99. А при чем здесь Косово? Да-да-да. Вы меня слышите вообще? Они провели специальную военную операцию. Вот. Все правильно. Так же Россия провела... Смотрите, вы пытаетесь мне привести пример, всячески меня перебивая. Опять начинайте меня перебивать. Вы задали вопрос. Не надо меня перебивать, мужчина, молчите. Иначе я вам просто звук выключу. Если будете меня перебивать, я вам просто выключу звук. Вы мне задали вопрос. Вы мне попросите... Будете меня перебивать? Дождите немножко. Дайте я договорюсь. Давайте. Вы мне попросили эту статью дойти. Я ее не могу найти. Естественно, потому что ее нету. Есть. На основании этой статьи, я еще раз говорю, ну, еще раз повторяюсь, силы НАТО в Косово зашли. Вот. И... Какой статье? Согласование... 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 Объединенных... Организация объединенных наций. С этого всего. То есть, согласно 5-й статье, по-моему. Нет. Все это произошло. Нет, не 5-я статья. Был прецедент. Ну, не 5-я, не помню я какая. Короче, был прецедент. Нет, не так. Это прецедент. И ООН, этот прецедент, сказали, это хорошо. То есть, страна НАТО... Правильно я вас понимаю, вы не разбирались в этом вопросе. Защитить решила кого-то. То есть, потому что она с ним согласовала, заключила договор некий, то есть, о защите. И в случае того, что происходит нападение, она вторглась в страну, то есть, защитила. Все. Вот. Было такое, было. В 99-м году. Было. Закончили? В 99-м году. Закончили? Вот, согласно. Согласно этому. А вы не закончили? Да? Я просто жду, когда вы закончили. Нет, давайте. Сейчас, давайте, пока на этом закончим, дальше я продолжу. Давайте вы говорите. А, да? Не будете меня перебивать? Нет, не буду. Хорошо. Смотрите. Я прихожу к выводу, что вы совершенно не разбирались в данном вопросе, потому что НАТОвские войска находились на территории Югославии, еще задолго до вступления в действие резолюции 1199. НАТОвские войска активизировались согласно резолюции 1199, когда правительство новообразованной Сербии отказалось исполнять решение Совета безопасности, которое единогласно проголосовало за ее исполнение, и Россия в том числе. Но, в чем заключается ловушка в этом всем ключе? Во-первых, самая главная ловушка для вас в том, что вы в этом вопросе совершенно не разбирались, и мы, по сути, сейчас послушали две минуты бреда пьедного какого-то персонажа, который пытается умничать, но выглядит просто обычным полным профаном и единым. Это не все страшно, это нормально. А активизация действий НАТОвских войск на территории Югославии, которые там уже были, это резолюция 1199, когда Сербия отказалась ее исполнять, что было обязательным к исполнению. Это раз. Во-вторых, мы сейчас говорим не про Косово, мы сейчас говорим про вторжение России в Украину. Но по данной логике, если вы мне заявляете о том, что это аналогичная такая же ситуация, не надо одновременно со мной говорить, я это очень сильно не люблю, я тебе просто звук выключу, если будешь меня перебивать. У меня не смелость дослушать, я с тебя не перебивал, я тебя внимательно слушал, ну вывези за базар. Если ты мне говоришь, если ты мне говоришь, что данная аналогичная ситуация, которая происходила на территории Югославии, таким образом приведи мне, что это за резолюция Совета Безопасности, согласно которой Россия вела войска на территорию Украины. Можешь что-то назвать ее? Ну, сейчас я расскажу. Называй, что за резолюция Совета Безопасности? Ты серьезно не знаешь? Ты серьезно не знаешь? Резолюция Совета Безопасности, давай. Тихо, 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 тихо. Ты серьезно не изучал эту тему? Если у тебя есть союзное государство, и вы с ним заключили союзный договор, то, что... Я понял, ты у нас полный в этом тоже не разбирался. Союзное государство, то, что ты говоришь, есть такое понятие, как Магдебургское право, которое ты пытаешься сослаться, не знаешь, что такое Магдебургское право. Магдебургское право гласит, что для того, чтобы существовало какое-либо новое государство, достаточно заключить с ним договор, с каким-либо... у него заключить договор с каким-либо там аналогичным государством. Магдебургское право, к примеру, работало в случае с независимым государством ичкерии когда наш ельцин заключил с ними договор о мире тогда магдебургское право сработало и российская федерация де-факто признала существование независимого государства которая позже вторглась при путине это раз когда объявили вторую чеченскую войну это первый момент это самое магдебургское право не работает если создание каких-либо государств возникает с помп на территории другого государства из внешнего вмешательства что такое внешнее вмешательство внешне вмешательства данном ключе было это введенные войска на территорию украины еще четырадцатом году российской федерации которые мы неоднократно наблюдаем и в признании ваших высостоящих офицеров или сама офицеров фсб ваших подразделений наемников которые по факту не наемники официальное признание того что путин сам их признавался что они спонсируются министерства обороны россии между международными отчетами о бсе под которыми россия также подписалась наличие вооруженных банк формирований наемников военной техники поэтому магдебургское право здесь от слова совсем не работает по той самой причине что вы же сами создали прецедент на территории украины вы же сами объявили квази банановой республики которые д юра и де-факто является под вашим контролем и вы по факту еще раз вторглись полномасштаб только двадцать втором году а вопрос это дал тебе простой если ты это сравниваешь с косово то соответствии с этим но в поводу территории косово и сербии то есть конфликта в югославии там находились натовские войска согласно резолюции 1160 и активизировали согласно резолюции 1199 кисти ты считаешь что это аналогичная ситуация назови меня соответствующей резолюции совета безопасности не было никакого договора потому что начнем с этого если ты пытаешься мне сослаться на этот самый договор этот договор вступает силу 26 февраля а ваши войска официально введены 24 февраля если даже взять в разрезе данного ключа 20 заключение какого-то непонятного договора с квази республиками которые вы же сами создали то фактически вы вторглись ради чем этот договор имеет силу но опять же вторжение произошло не двадцать втором году двадцать втором году началось полномасштабное вторжение которое нарушило перемирие которое было заключено в четырадцатом и закреплено в пятнадцатых годах феврале месяце четырадцатом в сентябре месяце в минске и в пятнадцатом феврале непосредственно то же самое в минске уже комплексом мер вот а ты мне пытается что-то мне здесь про втирать в то что ты даже не разбирался поехала поехала солнышко ты посмотри на него все поломалось а поломалось а не вывез все начинается ты посмотри а сколько у вас тебе открою страшную тайну у вас на момент двадцать первого года население российской федерации было 147 миллионов или 146 у вас момент двадцать четвертого года согласно вашей статистике остается те же самые 146 миллионов женщину госслужащего работающие в загсе к только она посчитала объявила что у вас не 140 чем-то миллионов а 90 миллионов и и уволили учить ли не отдали под суд под нее открыли уголовное расследование или административное это раз во вторых если отталкиваться от вашей переписи населения то извини меня у вас сентября месяца двадцать второго года после территории с территории финляндии в казахстан армении так а по данным этих государств более 10 миллионов населения и в этом всем ключе вы присоединив к себе 4 аннексировав четыре области и писав это население которое участвовалось на выборах в двадцать четвертом году которые псевдо выборы вы таким образом приписав в избирательную комиссию дополнительно 9 миллионов вы умудрились сохранить себе из 146 миллионов перпись свое население снова 146 миллионов так о чем речь поля бальса сломался ты посмотри на него и и